Есть такая известная шутка, что светофоры – это единственное место на Земле, где скорость звука больше, чем скорость света. Не успел ты увидеть зеленый свет, который тебе загорелся, как ты уже слышишь сигнал сзади, и тебя поторапливают двигаться вперед. Если мы посмотрим на это глазами человека сзади, мы часто оказываемся на его месте, то нам кажется, что кто-то впереди нас мешкает из-за какого-то увольня, мы не успеваем в жизни, есть какие-то препятствия, которые нас задерживают, а так бы мы успели, так бы мы двигались вперед, и поэтому каждый из нас гудит в свой клаксон. Потом, приглядевшись, остановившись, нагудевшись, мы можем увидеть, что есть какой-то дедушка, который еще переходит дорогу, или кто-то, кто двигается, нарушая правила движения, кто-то, кто является причиной затержки стоящего впереди. И тогда мы понимаем, что гудели и гневались просто из-за того, что не видели всего. Похожая история произошла в нашей недельной главе с человеком прозорливым, то есть, казалось бы, видящим по имени Белам. Мы читаем об этом в 22 главе книги Бамидбар. «И встал Белам поутру, и оседлал ослицу свою, и пошел с трезьями маовицкими. И воспывал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге в помеху ему. А он ехал на ослице своей, и два отрока его с ним. И увидела ослица ангела Господнего, стоящего на горе с обнаженным мечом в руке, и своротил ослица с дороги, и пошла на поле, и Белам стал бить ослицу. Белам стал гудеть в свой клаксон, чтобы поворотить ее на дорогу. И стал ангел Господень на тропинке между виноградниками, ограда с одной стороны, ограда с другой стороны. И ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Белама. Белама уже больно. Представьте себе, как он гудит в свой клаксон. И он стал опять бить ее. Ангел же прошел дальше и стал в узком месте, где не было пути, чтобы свернуть вправо или влево. Едва увидела ослица ангела Господня, легла она под Беламом, и воспылал гнев Белама, и било на ослицу палкою. И отверг Господь, устава ослица, и сказала на Беламу, что сделала я тебе, что ты бил меня уже три раза. Белам настолько увлечен своим клаксоном, что он даже не обращает внимания на то, что ослица с ним заговорила. И сказал Беламу ослице, за то, что ты издевалась надо мною, если бы был у меня в руке меч, то я теперь же убил бы тебя. И сказала ослица ему, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил издавна и до сего дня, имела ли я обыкновение так поступать с тобою? И он сказал, нет. И открыл Господь глаза Беламу, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке его. И он преклонился, и пал на лице свое, и сказал Белам ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Удивительное дело, Белам признается в том, что он согрешил, и говорит, причиной моего греха стало то, что я не все видел. Казалось бы, это хороший урок для Белама. Смотри полную картину, учись. Ты можешь согрешить, когда ты видишь не все, когда ты видишь только часть картины. Белам этот урок усваивает, и мы видим, что Белам признается и говорит, согрешил я, но отправляясь в путь и собираясь проклясть Израиль, Белам слышит, когда Белак ему говорит, ты не увидишь весь Израиль, ты увидишь только часть его. Может быть, ты увидишь какую-то не лучшую его часть, и тебе удастся зацепиться за что-то, чтобы проклясть его. Только краешек его ты увидишь, говорит ему Белак. Это хорошо для Белама. Он сознательно закрывает глаза свои, чтобы не увидеть всего, чтобы проклясть и не благословить. И только тогда он видит весь Израиль, когда он смотрит с высоты, и видит весь израильский стан, он благословляет Израиль. Это то, что происходит в нашей жизни постоянно. Мы постоянно дудим в клаксон своих жалоб, говорим о том, что с нами происходит не то и не так. Может быть, просто потому, что не видим какого-то ангела. Не смечем. Может, мы не видим ангела-хранителя, который стоит и защищает нас. Нам это урок. Может быть, мы не видим избавления, которые происходят в нашей жизни. Может быть, нам стоит пересмотреть ситуацию, смотреть на свою жизнь под другим углом, и это поможет нам перестать дудеть в клаксон, начать благословлять Всевышнего за то, что уже доброе есть в нашей жизни, за то, что мы сидим в автомобиле и еще немножко поедем вперед. Продолжение следует...